Мы приехали в Гаденово, в село в 60 километрах от Переславля накануне праздника. Нас встречает матушка Евстолия, игуменья Святоникольского женского монастыря. Первым делом отправляемся в Златоустовский храм. Здесь находится величайшая святыня, животворящий крест Господень. Мы опираемся на сказания о чудесах святителя Николая до революционного издания 1898 года. Там сказано, что пастухи на Сахудском болоте в светящемся огненном столбе увидели образ Иисуса, распятого на кресте, и вместе с ним образ святителя, чудотворца Николая. Мы четко знаем день явления Гаденовского креста. Это 11 июня по новому стилю и 29 мая 1423 года по старому стилю. Удивительно, но сейчас мы фактически наблюдаем второе обретение креста для нашего народа. Святыня, явленная в небе в далеком 15 веке, привлекает огромное количество паломников. Такого почитания не было никогда. В сохранившихся исторических источниках говорится, что крест явился от греческой стороны, то есть из Византии. Причем за 30 лет до падения Константинополя. Эксперты подтверждают, святыня явно работы византийских мастеров. Но как она могла появиться в такой глуши? Сказание повествует, что пастухи пасли на этом месте свои стада. Нет, они пасли, скорее всего, они пришли сюда, потому что именно здесь, вот на этом месте, где стоит храм, Господь повелел постравить церковь. А именно здесь они увидели столб света оттуда, откуда они пришли, потому что они близ того болота пасли свои стада. И пошли они на этот свет и увидели в воздухе величайшее чудо стоит, животворяющий крест Господень на воздухе. Сказание повествует о том, что пастухи испугались и пали ниц от страха. Но Господь их укрепил, и они услышали от креста Господня голос «Будет на сём месте благодать Божия и дом Божий, кто с верой приедет помолиться, будет исцеление чудеса от животворящего креста Господня, молитва ради святителя и чудотворца Николая». Исцеление по молитвам у креста случается по сей день и в Годеново, и восьми километрах от него, на том самом месте, где было явление. Сегодня здесь монастырь животворящего креста Господня. Здесь люди записывают чудеса частичные. Любой желающий может дойти и записать чудеса. Но вернемся в Годеново. Здесь скоро появится грандиозный по замыслу Софийский храм, практически копия Стамбульского, то есть Константинопольского, который по замыслу Византийской империи стал символом торжества христианской православной веры. Теперь же у нас будет своя Годеновская София. В 2021 году мы стали осуществлять проект строительства Софийского собора при мудрости Божией. Но идея родилась, конечно, раньше, а именно в 2012 году мы стали задумываться именно о том, как мы будем праздновать 600-летие явления Годенового Христа. Константинопольская София обросла различными постройками, пристройками, искажениями и представляет из себя не очень оформленную груду кирпича, но зато изумительное внутреннее пространство. Так вот, мы скопировали внутреннее пространство, а внешний облик Софии в чистоте, по нашему мнению, изобразила Алексея Анатольевича в своем проекте. Накануне праздника Всенощная в храме Софии при мудрости Божией. В верхней части пока еще нет стен, но в нижнем храме уже можно проводить богослужения. Господи, Иисусе Христе, Божий наш, благослови пять хлебов и пять тысяч на свете веке. Сам благослови хлеба сей, обшеницу, вино и елей. И умножи сия во гради сей, во святей обители сей, и во всем мире твоем. И вкушающий от них верный освети. Яко ты, Иисусе благословляя, и освящая всяческое Христе Божий нах. И тебе славу воссылаем с безначальным тайноцем. И все святым и благим, и во дворящем твоим духом ныне и призна, и во веки дыхов. Памилуй, Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Утро следующего дня. Масштабное празднование 600-летия со дня явления Гаденовского креста начинается с Божественной Литургии на площади перед храмом Иоанна Златоуста. 13 архиереев Русской Церкви и тысячи паломников. Звучит песня. 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 Мы вот собрались здесь в очереди стоим, между собой общаемся. И у нас огромное желание возникло поднять Россию, чтобы по всей России шли, по всем городам. Звучит песня. Звучит песня. Звучит песня. Звучит песня. Звучит песня. Звучит песня. Звучит песня.